Зимой бухта выглядит просто восхитительно. Белый снег, красивые льдины, а летом, когда все растает, она превращается в самую настоящую мусорную свалку. Всюду подбутылки, остатки сетей, бревна. Словом, место требует внимания экологов. Губогрязная – одно из примечательных мест Кольского залива рядом с Североморском. Летом мимо на катерах проходят рыбаки, туристы, большие корабли, что следует в Мурманск. Организатор акции «Севморсубботник» Олеся Ильина приметила участок сильно замусоренного берега еще летом с воды. Оказалось, что к нему есть удобный подъезд по суше. Вместе с Олеся и фотографом Евгении Земсковой в сопровождении местных барбосов мы отправились на разведку. Сейчас мы уже в Североморске организуем следующий сезон. Мы подъехали посмотреть в целом подъезды, уже более так технически оценить возможности уборки. Ну и посмотреть, что пластик, мало ли вдруг он куда-то исчез, но он никуда не исчез. Он на месте, то есть мы можем его на следующий год уже организовывать, уже такую централизованную его уборку. Наличие автомобильного подъезда – большое преимущество. Это значит, что и доставить волонтеров, и вывезти собранное будет не так сложно. Коллектив Олеся Ильиной проводит и научные исследования, анализирует загрязненность побережья Баренцева моря. И хотя труд волонтеров по сбору пластика, кажется, каплей в море он важен. Это и какое-то привлечение внимания, то есть мы еще и показываем вот эти объемы, потому что это может дальше влиять на потребление, а потребление уже в свою очередь уменьшает, более осознанно уменьшает количество мусора. Организаторы Севморсуботника, ученые в составе команды ведут и большую просветительскую работу. Учат распознавать и сортировать пластик, рассказывают о его влиянии на экосистемы. А узнать больше об интересной работе, приобщиться к осознанному потреблению, а возможно и стать участником будущих летних акций, можно через группу Севморсуботника в соцсети. Инина Морозова, ТВ, 21+.